Доброе утро! В эфире Анфас. С вами Николай Анисимов. Недавно военно-воздушные силы приняли на вооружение учебно-боевые самолеты Як-130. Летчики из Лиды приступили к тренировкам на современных машинах. За первыми полетами в белорусском небе наблюдал Сергей Чураков. Фактически данное занятие – выход национальной авиационной школы на новую высоту. В качестве подъемной силы – инновационные технологии современных авиационных комплексов. Як-130 – это цифровая начинка и высокие боевые возможности. Я думаю, конечно, это знаменательное событие. Это говорит о том, что авиация живет, авиация развивается, у авиации есть будущее. Это самое главное. Мы получили определенный новый авиационный комплекс, в котором воплощены все самые современные технологии, в том числе и по бортовому оборудованию, по двигателям, пародинамике. Это перспективный такой задел на многие-многие годы. Заместитель командира авиационной базы Александр Федоренко осваивает комплекс в числе первых. Вместе со служивцами проходил переподготовку в Жуковском, Московской области. Цельщики первого класса довольно опытные и имеют богатый опыт как обучения курсантов, так и выполнения самостоятельных полетов, полетов в составе групп, продукт на выполнение различного вида задач на авиационных полигонах в том числе. И готовим их к предприятию, как будущие четыре инструктора на эти саморезы, которые будут приучивать основной весь этот состав. Полеты белорусские авиаторы совершают вместе с российскими инструкторами. Опыт летчанам передает летчик-испытатель ОКБ имени Яковлева, герой России Роман Тоскаев. Работать с летчиками достаточно легко, потому что у них огромное желание летать. Они с желанием учатся теоретически и практически. Основное то, что им сейчас нужно, это просто побольше опыта, побольше летать, и все будет нормально. Ресурс самолета рассчитан на 30 лет эксплуатации. Возможности модернизации неисчерпаемы. Первое мое впечатление от этого самолета – очень легко управляемый. В полете попробовали, естественно, виражи, пикирование, горка, комплекс сделали, переворот, петля, полупетля, сделали колокол. У авиаторов напряженный график тренировок. Три летные смены в неделю. Дело с залетной погодой и мастерством инструкторов. Специалисты этой особой службы знают боевую технику и вооружение на уровне конструкторов и технологов, ее создавших. Речь идет о военных представительствах Министерства обороны на предприятиях военно-промышленного комплекса. Что такое армейская ОТК и почему качество – отличительная черта белорусского оборонного комплекса, узнавали наши корреспонденты. Эти кадры уже история. В 2011 году на совместном российско-белорусском учении на полигоне «Шулук» отечественная группировка развернула собственный подвижный радиотелевизионный центр. В глухой степи было организовано 12-часовое вещание. Белорусский военный канал принимали потребители на полигоне и местные жители. ПРТЦ не подвел ни в жару, ни в песчаные бури. Весь цикл создания этой уникальной военной техники от опытно-конструкторской работы до изготовления и передачи готового образца войска контролировало военное представительство под руководством подполковника Валерия Рылика. В эти дни оно отмечает 45-летие. Военное представительство было организовано 2 июня 1970 года. При Минском филиале научно-исследовательского центра электронных вычислительных машин стояла задача наладить систему военного контроля, технических средств и программного обеспечения. Без малого за полвека изменилось многое. В модернизированных, высокотехнологичных цехах собирают беспилотники, боевые роботы, наукоемкие средства наземной и воздушной разведки. Участие человека в их работе сведено к минимуму. Расчеты производит искусственный интеллект. Но пока еще ни один компьютер не способен заменить военпреда. Сегодня номенклатура принимаемых изделий выросла в десятки раз. От печатных плат и до космических систем дистанционного зондирования Земли. Более чем на 20 предприятиях промышленности. В том числе под контролем военного представительства происходила модернизация таких изделий, как подвижный радиосатомер ПРВ-16, радиолокационные станции Р-409, а также углубленная модернизация зенитно-ракетного комплекса БУК. Идут последние проверки зенитно-ракетных комплексов БУК-МБ, модернизированный белорусский, перед отправкой заказчику. Возникающие вопросы главный конструктор Юрий Полынкин и подполковник Валерий Рылик решают оперативно. Сложный наукоемкий проект на особом контроле. По сути это новый комплекс. Глубина модернизации 90%. Большая часть комплектующих производится в Беларуси. Глубина данной модернизации позволяет боевые параметры изделия по точности поражения и по дальней границе обнаружения порядка на 50-60%. Что переводит изделие в разряд более успешных современных ракетных комплексов. Требования к качеству боевой техники жесткие. Каждый узел или электронный блок должен работать в условиях экстремальных температур, выдерживать высокие механические и ударные нагрузки. Это испытательная лаборатория НИИ-ЭВМ. Специальные климатические камеры имитируют перепады температур от минус 60 до плюс 50 градусов. При стопроцентной влажности работать в таких условиях способна только военная техника. Проводим испытания при непосредственном участии представителей заказчика. То есть работаем в постоянном контакте. Они контролируют задания и поддержания испытательных режимов. Как правило, нареканий не возникает. В этой камере происходит испытание устойчивости покрытия коррозии. В соляном тумане изделие находится трое суток. По степени влияния агрессивной среды эти 72 часа сопоставимы с несколькими годами нахождение изделия в морской воде. Результат контрольной проверки – все системы зенитно-ракетного комплекса работают исправно. Высокое качество нашей продукции в первую очередь достигается путем тесного сотрудничества с военной приемкой Министерства обороны Республики Беларусь. Это в первую очередь за счет того, что мы выполняем технику в соответствии со стандартами проведения этих испытаний. Проверяется качество, выявляются все недостатки вооружения военной техники. И после них устраняется. И только после этого под руководством военной приемки мы передаем нашу технику заказчику. Предприятие ВПК – основной поставщик оборонительных систем для национальных вооруженных сил. Также они активно работают на международном рынке. Формула, цена, эффективность, надежность – главный критерий востребованности образцов. Впрочем, у отечественных предприятий есть важное преимущество перед конкурентами. В настоящее время качество является брендом белорусского военно-промышленного комплекса. Обелиск на Площади Победы, мемориальный комплекс Хатынь, Курган Славы – места, известные каждому белорусу. Но мало кто знает историю скромного памятника в деревне Дричин или мемориала на одной из улиц Борисова. Наш специальный корреспондент Анна Чижлиташ проехала малоизвестными маршрутами Победы. Монументальные и величественные, скромные и мало кому известные памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны и людям, которые принимали в них участие, есть в каждом уголке Беларуси. Их около 9 тысяч монументов, обелисков, захоронений, мемориальных комплексов. И в каждом своя история. Сегодня в Борисове увековечена память самого молодого, полного кавалера Ордена Славы Ивана Кузнецова. Музей, мемориальная доска, новый памятник и гранитный бюст. Теперь рассказывают жителям города о подвигах фронтовика. Началась работа по установлению комплекса, по установлению мемориальной доски. Разрабатывались какие-то эскизы, наброски. В общем, общими усилиями все было сделано на достаточно достойном уровне. Герой заслужил свою похвалу. Грачья Погосян – историк. В числе его благих дел 12 памятников героям Великой Отечественной войны. В том числе и Ивану Кузнецову. Меценат приехал из Москвы, чтобы лично отдать дань памяти борисовчанину. Про Ивана Филипповича Кузнецова мне рассказывал мой друг, полковник Вооруженных сил Российской Федерации Владимир Георгиевич Волнец. И он читал в интернете о судьбе, о сегодняшнем состоянии его могилы. И когда он рассказал мне об этом случае, о Иване Филипповиче, о его подвигах, и вот выразил свою готовность, что готов всячески быть полезным. Вот создание, ряд мероприятий, которые мы придумали. Войну Иван Кузнецов начал в 14 лет сыном артиллерийского полка. Освобождал Беларусь, Польшу, штурмовал Берлин. За два года боев наводчик орудия уничтожил в составе расчета десятки немецких танков, минометов, огневых точек. Был ранен. В одной из школ Борисова установлен бюст Ивана Кузнецова. Среди учащихся внучка героя – 11-летняя Дарья. Дедушкой она гордится, сожалеет, что не застала его живым. Вот все про него говорят, а на самом деле хочется увидеть его живого. Говорят, что он такой хороший, а посмотреть на него хочется, он же, ну вот, увидеть этого героя. Деревня Дричин, пригород Пуховичей. Небольшой памятник, на плите надпись. Здесь похоронены 39 военнопленных и два партизана. Кто эти люди и в какой момент жизни застала их война, знают немногие. Думаю, что эти два партизаны здесь сняли операцию на чагуночных путях, каля разъезда Дричин, и узрывали немецкие эшалоны. И там, при выконании этого задания, они загинули. Спочатку мясцовые жихары их захоронили, каля чагунки. А затем, уже после войны, они так само были перезахоронены у братской могиле. Военнопленные красноармейцы содержались во временном лагере и были расстреляны гитлеровцами. Кто они от кульзия, ко разлучения, нам не вядут дома. И доведаться на сегодняшний день, это бельми тяжко. Потому что мясцовые жихары, которые были с ветками этих падей, нажали уже не засталось. У памятника в Дричине появились новый постамент и ограда. Средства собрали обычные люди, самых разных профессий. Идея именно в том, чтобы вспомнить. Вспомнить и дать возможность вспомнить и поддержать эту традицию. Я думаю, что это не последняя наша акция. Человеки техникой на фронте становились одним целым, вместе творя историю. БМ-13, прославленная Катюша. По праву считается оружием победы. 14 июля 1941 года над Оршей впервые прозвучали залпы Катюши. Дебют легендарной боевой установки вызвал ужас наступающих немцев. Сегодня машина-победительница возвышается над Днепром, напоминая жителям города о великой победе. Это начало войны. Это июль месяц. Мы жили 18 километров от города Орша. И вот этот вой, первые выстрелы Катюши на всю жизнь оставили у меня вслед. Гости из разных стран нередко прокладывают маршрут через Оршу, чтобы увидеть памятник легендарной машине. В 70-летие Великой Победы вот этот мемориальный комплекс в городе Орша обновлен, приведен в красивый внешний вид. Переместившись из центра города в спальный район, невольно упираешься в аллею летчиков. Здесь три улицы, названные в честь героев Советского Союза. Владимира Завадского, Владимира Соляника и Анатолия Гордеева. Архитектор Сергей Янковский, аршанский архитектор, который воплотил этот проект. 9 мая, в день, когда вся страна праздновала 70-летие Победы, в Орше было открыто аллею летчиков, на которой было высажено 70 деревьев. Макет самолета У-2, парящий на долее, изготовил оршанец Владимир Суходольский. На легендарном биплане воевал его отец. В памятнике с надписью здесь похоронен герой, неизвестный солдат или военнопленный, разбросанный по площадям, аллеям и скромным улочкам белорусских городов. Порой в суете дней мы, не задумываясь, какой подвиг стоит за этими строчками, пробегаем мимо, не останавливаясь и не преклоняясь перед историей, забывая, что это нужно не мертвым, это нужно живым. Вы смотрели Анфас. С вами был Николай Анизимов. Мирного неба вам и до встречи на канале СТВ. Редактор субтитров А.Семкин